И снова здравствуйте, наши уважаемые подписчики и просто прохожие! С вами вновь канал Neon Games и я, МДЛ. Совсем недавно мы рассказывали вам о такой необычной игре, как скринчит. Где много говорили о тех играх, которые созданы именно для того, чтобы играть в шумной кампании. Как за одним игровым устройством, так и по сети. И если многие подобные игры довольно однобокие, то есть способные предложить лишь один формат геймплея, будь то шутер, гонку или аркаду, то в данном выпуске пары слов мы расскажем вам про игру Move or Die, сочетающую в себе сразу несколько жанров, и которая, пожалуй, имеет все шансы стать лучшей инди-аркадой этого 2015 года. В общем, внимайте! Move or Die – небольшая инди-матрёшка, сочетающая в себе набор из различных мини-игр, представляющих из себя режимы. Разрабатывается силами лишь двух весьма энергичных разработчиков из ZOS SM Guys. В целом, Move or Die – соперническая аркада на 4-х человек максимум, схожая с серией Worms или Big Head Bash, однако в ней вы не найдёте ни пушек, ни даже пошаговых сражений. Всё строго динамично, вне зависимости от используемого режима. А режимов на момент текущей ранней бета-версии тут шесть. Первый – Стомп. Представляет из себя некое подобие Марио в замкнутом пространстве, где необходимо уничтожать соперников, ловко прыгая им на головы. Кто останется последним в живых, тот и выиграл. Следующий режим в Move or Die – режим Blow Back. Чем-то схожий с предыдущим, с одним лишь различием, что необходимо наоборот – стараться нарваться на соперника, предварительно надувшись до небольших размеров. Таким способом любой, кто окажется рядом с вами, немедленно отпрыгнет на разбросанные по карте шипы. В режиме Speed Run, как и в легендарном Super Meat Boy, игроку необходимо первым добежать до финиша, при этом не только уворачиваясь от ловушек, но и успев до окончания времени раунда. Carl Craze – режим, где игрокам необходимо раскрашивать свой цвет в блоке карты. Чей цвет будет преобладать к окончанию времени раунда, тот и победун. В Fallen Block же игрокам необходимо как можно дольше продержаться, уворачиваясь от падающих с нарастающей скоростью блоков, и всячески стараться столкнуть под них своих соперников. Последний же пока доступный режим – режим Bomb Tag, где нужно успеть передать текающую бомбу своему сопернику. При гибели одного из носителей, бомба автоматически прилипнет к рандомному следующему. И так до последнего выжившего. За победу в каждом раунде игрок получает по 5 очков, и в зависимости от настроек игры, режимы будут сменять друг друга до тех пор, пока один из игроков не заработает требуемое количество очков. Чтобы игроки не заскучали, каждый режим длится не более минуты, так что полноценная сессия вряд ли займет у вас много времени. Это учитывая, что игроки еще умеют играть. А чтобы жизнь вообще малиной не казалась, разработчики ввели единое для всех режимов правило. И именно это правило стало названием игры Move or Die. Так, если игрок будет топтаться на месте, то через некоторое количество времени его просто разорвет на части. Так что игрокам следует активно бегать туда-сюда по местным картам, которых, к слову, тут пока немного. Зато каждая из них одновременно и проста, и дико хардкорна. Особенно в режиме спидран. Лично наш автор еще ни разу не прошел данное сражение. И дело не в управлении, которое тут сводится лишь к 4-м клавишам направления, а в наличии всякого рода шипов, прыгунов, телепортов и пропадающих от касания кубов. Поработали разработчики над общей стилистикой, начиная с самих персонажей, коих тут пока тоже 6, где и человечек, и скелетик, и даже хлебушек, до их анимации на всякого рода раздражители, будь то тикающая бомба, взорванный соперник или обидное последнее место. Добавляет позитива и просто офигительный саундтрек от Waterflame, того самого, который написал музыку, к таким замечательным аркадам, как Castle Crushers и Geometry Dash. Особо низкий поклон разработчикам за предоставленную возможность играть в Mufo Die где угодно и как угодно. В четвером на одной клавиатуре, с геймпадами, по локальной сети, по интернету, с друзьями, ботами или же с незнакомыми игроками. Однако, играя с незнакомцами, вполне можно нарваться на весьма высокий пинг, где, учитывая местную динамику, играть практически невозможно. Случаются, к сожалению, в Mufo Die и странные вылеты. Однако, они редкие, да и если вспомнить, что в данный момент лишь начало тестирования, про этот досадный факт забываешь. Зато любители качественной картинки смогут гибко настроить игру на 60 кадров в секунду при Full HD разрешении. Подведем же итог. Mufo Die крайне забавный проект. Гипердинамичный и сверхпозитивный, с практически безграничными возможностями в будущем. И пусть на данный момент раннего доступа в игре не все реализовано, но момент релиза она вполне может стать лучшей аркадой 2015 года. Ведь в будущем нас ждут и система уровней, и выделенные сервера, и редактор карт с персонажами, и новые режимы, ежедневные задания и много чего еще того, что пока скрыто в головах лишь у двух разработчиков из ZOS SMGuys. И все это без премиумов, платных дополнений или какого-либо доната. Не знаем как вы, а мы разработчикам верим. И это учитывая тот факт, что наш автор никому не верит. Хотелось бы напоследок выразить огромную благодарность разработчикам за предоставленные для обзора ключи. Ну и за игру, само собой. На этом по Mufo Die все. Если вам понравился данный ролик, подписывайтесь, оставляйте ваши комментарии и большие пальцы вверх, рассказывайте о нас друзьям, вступайте в группу ВКонтакте и все в том духе. Спасибо всем за просмотр, с вами были Нян Геймс и МДЛ. До встречи в новых выпусках. Субтитры подогнал «Симон»!